152 лошадиных силы, для того, чтобы любой толстячок, который ходит в Макдональдсе, ест бургер и мог на него забраться, на руле бачки для анализов. В базовой комплектации к этому мотоциклу нужно обязательно кроссовки Левитон и вот эта сумочка такая. Вот буковка S говорит о том, что человек заплатил нормальных денег и купил вещи. Добрый день, здравствуйте, приветствую вас на своем канале Мотоциклы для взрослых. Сегодня у нас очередной взрослый мотоцикл, прям конкретно он у меня проходит под названием Самые быстрые понты и называется он X-Diavel S. Ну вот как-то в России, получается, неправильно произносят название, но люди как видят, так и произносят X-Diavel и вообще Di-A-V-E-L просто. Ну на самом деле итальянское правильное произношение это Di-A-V-E-L, Di-A-V-E-L, ну как-то, наверное, вот так приблизительно. Так вот, Дукати, как обычно, хотели завоевать американский рынок, ну почему, как обычно, потому что все стремятся туда, где есть деньги. В Америке денег много, есть большой рынок мотоциклов, ну, скажем так, мотоциклами их сложно назвать, там большой рынок пердациклов. И как бы рулит компания, в том числе, Харли Дэвидсон или Харлей Дэвидсон, я не знаю, как правильно, и, честно говоря, мне неинтересно. В общем, идея такая, что для того, чтобы успешно завоевать кошельки американских негров, а я сказал негров, ну просто американцев, ну, нужна, как бы, вот такая, примерно, концепция. Американцы привыкли ездить вот в такой вот конфигурации, то есть у тебя нога должна быть обязательно впереди. Вот, мотоцикл должен быть маленький, низкий. Для чего? Для того, чтобы какой-то любой толстячок, который там ходит в Макдональдсе, ест бургер и мог на него забраться. Соответственно, вот принять вот такую позу и куда-то там ехать вперед. Ну, соответственно, в какой-то мере, в какой-то мере Volkswagen Ducati смогли это сделать, потому что действительно он низкий, действительно он для людей невысокого роста очень хорошо подойдет. Он имеет вот такую конфигурацию, какую любят американцы. Я не знаю, как это назвать, там, чоппер, как еще, чоппер, боббер, шмоппер. Ну, и вот это вот не моя тема, да? Ну, как бы, я называю это все пердациклы, вот этот огромный весь класс называется пердациклы. И, соответственно, посадка здесь, еще раз покажу, типично пердациклическая. Ну, вот как-то так. Причем, хитрые ребята из Ducati что сделали? Они понимают, что частично каким-то нормальным людям, ну, тоже хочется иметь вот такой мотоцикл выходного дня. Но нормальные люди не могут ездить вот так. То есть, это как бы, ну, неудобно, противоестественно. Поэтому у него есть, кроме того, что ты можешь подвинуть, ну, здесь как бы на максимум отодвинуть от сидения, для достаточно высокого водителя. Вот, если вы не достаточно высокий водитель, вы можете придвинуть на 4 сантиметра подножки вперед и, соответственно, чувствовать себя комфортно. Это предусмотрено. Плюс еще, вы можете вообще здесь купить специальный кит, который ставится сюда. И таким образом у вас будет нормальный мотоцикл. Из мотоцикла пердациклического класса у вас будет нормальный мотоцикл мотоциклического класса. Ну, где-то вот как-то здесь приблизительно вот так будет. Что еще? Бывает он в двух видах. Соответственно, определить очень просто. Вот буковка S говорит о том, что вот человек, как бы, ну, заплатил нормальных денег и купил вещь. Если буковки S вот здесь нет, а просто X-дьявел, то это получается, как бы, ну, кто-то хочет понты, но при этом немножко не дотягивает до уровня понтов. Разница там была 500 тысяч в свое время. Ну, я не знаю сейчас сколько, потому что, как бы, вакханалии цен. Кстати, обращайтесь, возим вот такие мотоциклы, любые другие, но только дорогие, какие-то дешевые. Не надо обращаться, писать там и засорять личку. Вот сейчас, кстати, будет обычный дьявел у меня, но не X. Но мы его тут будем как раз доделывать полностью. Здесь тоже есть тюнинг, но у того будет тюнинга еще больше. Вот тоже новый, из Европы 23-го года. Вот так. Так вот, если говорить о том, какие они бывают S и не S, отличить может вообще любая домохозяйка. Значит, смотрим сюда, и как обычно, если здесь красненькие буквы Brembo, то это значит вообще нормальный мотоцикл в целом. И в данном конкретном случае это модификация S. Вот здесь, если есть вот эти ножницы, так называемые, то это, соответственно, тоже модификация S. И вот если есть такие красивые колеса двухцветные, ну, то есть они как бы покрашены, а потом вот это аккуратно сфрезерованы или сполированы. Делает, кстати, японская фирма NK. То есть Volkswagen-Ducati решили купить нормальные колеса у японцев NK. И вот такая вообще прям крутейшая контора. Делает только хорошие вещи. Ну, как бы, ну, обычно там BMW любит купить в Китае какое-нибудь говно подешевле. По цене 3 копейки и весом примерно как чугунный люк от канализации. Вот здесь колеса легкие и хорошие. NK, все понятно. Мотоцикл, в принципе, вот по большому счету, вот прям совсем по большому, в оптимальном наборе тюнинга. Что значит оптимальный набор тюнинга? Ну, первое, это карбон. Вот здесь вот такая красивая облицовка фары. Карбон. Переднее крыло, карбон. И, соответственно, заднее крыло, карбон. Ну, то есть, это как-то гармонично, все аккуратно перетекает одно в другое. И получается такой цельный образ. Ну, раз. Второе, терминьони. Вот здесь конкретно тот выхлоп, который, во-первых, он звучит хорошо. Раз. Во-вторых, за счет того, что он расположен, как бы отбивает вниз, его слышно в междуряде. То есть, ты этим мотоциклом можешь спокойно двигать машины, которые стоят там в междуряде. И ты аккуратненько такой проезжаешь. Моментик, да? Третий момент. Красивые поворотники. Вот в целом у меня такое понимание, что кто-то когда-то однажды купил из закупчиков в Дукате очень много этих говноповоротников много лет назад. И они их приклеивают на все модели подряд. И они еще пока не кончились. Поэтому первым делом вот ставятся такие красивые поворотники. Это не Резомо. Обратите внимание. Ну, Резомо, в принципе, делает нормальные вещи. Но оно в последнее время как-то так искитаялось, я так скажу. Это не Резомо. Другой производитель. Это настоящая Италия. Прямо красиво. Опять же, для того, чтобы его сюда поставить, ну, тут приходится делать там всякие разные переходники. Там вытачивать такую пластинку. В общем, сложности были, но мы с ними справились успешно. Вот они здесь стоят спереди и сзади. В данной американскому рынку вот здесь такие металлические бачки. Вот это тормозная жидкость, это жидкость сцепления. В данном конкретном случае у этого мотоцикла и то, и то это Дот-4. Ну, просто иногда бывает здесь масло. Здесь как положено. Тормозная жидкость. В данном случае, чтобы никто не перепутал, чтобы американские, американцы не перепутали. Вот. В Дьявиле здесь такие брэмбовские бачки, соответственно. Ну, в Америке это не поймут. И, опять же, насколько я помню, вот эти все сраные пердоциклисты, они очень любят писать комментарии по поводу, что там на руле бачки для анализов. Ну, я так понимаю, что у них просто анализы часто в жизни встречаются. Но, как бы, учитывая там разные аспекты пердоциклизма, это прям совершенно точно. Поэтому у них это ассоциируется с анализами. У обычных людей нет, но, как бы, дальний рынок такова, что, ну, вот, должны быть здесь металлические. Ну, и чтобы владелец не забыл, на чем он едет, ну, у американцев, как бы, есть разные вопросы с умственным развитием. Соответственно, здесь написано, как бы, Дукати здесь, Дукати здесь. Вот здесь Дукати написано. Причем, такая красивая надпись, то есть, пластик, ну, не просто краской так пыльнули, а именно пластик. Ну, и здесь написано X-Diavel S, для того, чтобы владелец понимал, что он действительно едет на S, на топы. Не на простом каком-то, а на топовом. Вот, что можно сказать хорошего про этот мотоцикл? Ну, он реально, во-первых, едет быстро, это самый быстрый пердоцикл, так можно сказать. Но я не думаю, что какой-то из пердоциклов фирмы Harley-Davidson его обгонит. Ну, как бы, сильно сомневаюсь. Это раз. Во-вторых, у него есть очень мощные тормоза, то есть, по меркам пердоциклического класса, тормоза просто космические. Но, вот, если на нем ездить быстро, то, ну, как бы, их тоже, в принципе, становится маловато. Поэтому здесь мы заменили колодки. Раньше я всегда рекламировал короткие от Street Fighter, пока не нашел лучше. Короче, есть лучший вариант. Вот он теперь здесь стоит. Это не Brembo, это, как бы, один японский производитель. Колодки вот такие, я у себя на гусе их тестил многократно, и теперь они мне очень нравятся. Все, выбор сделан. Вот это, как бы, здесь стоят. Это первое. Второе. Здесь стоят цепки и шины Diablo Rossa 3. С завода идет Diablo Rossa 2. Это, в принципе, нормальный вариант, но Diablo Rossa 2 это монокомпонентная шина. Diablo Rossa 3 это, там, трехкомпонентная шина. Ну, кто разбирается, молодец. Кто не разбирается, не надо вникать. Общая идея в том, что дольше ходит и лучше зацеп. Ну, по крайней мере, в наклоне точно лучше зацеп. Вот здесь, соответственно, сзади тоже стоит Diablo Rossa 3. Тоже двухкомпонентная шина. Вместо Diablo Rossa 2 я настоял на том, чтобы мы поменяли и перед, и зад. Потому что правило хорошего тона, оно, как бы, таково, что, ну, надо менять перед вместе с задом. Ну, да, зад изнашивается быстрее, перед изнашивается меньше. Но общее количество циклов нагрев-остывания у них одинаковое. Поэтому резина дубеет одинаково, и по-хорошему надо выбрасывать и переднюю тоже. Но обычно передние куда-нибудь люди на Авито отправляют, там, за 3 копейки продают. Ну, тем, кто этого не понимает и хочет на своей собственном жизни и здоровье сэкономить, ну, условно говоря, и пожалуйста. Здесь, естественно, мы поменяли все на новое. Вот. Опять же, острый глаз. Заметят некоторые штучки моей любимой фирмы Roland Sense Design. Я вообще обожаю Роланда, он прямо очень крутой дядька. Здесь вот эти штучки Roland Sense Design, слайдеры в передней оси, ну, и там слайдер в задней оси. По большому счету, из как бы не юмористических, серьезных технических деталей добавить мне нечего. Ну, наверное, я просто скажу единственное, что в нем 152 лошадиных силы, раз. У него есть, в отличие от всех пертоциклов, у него есть антивилли, есть трекшн-контроль, причем, по-моему, даже угловой. Не буду врать, но, по-моему, даже угловой. То есть, имеется в виду, он чувствительен к углу наклона в повороте. Вот. АБС трехрежимный, что на пертоциклах вообще никогда не бывает. Для них это просто недостижимо, как космос. Но из комфортных вещей есть ремень. Вот на ремне я, честно говоря, не ездил. Ну, вот на этом мотоцикле я еще покатаюсь. Запишем репортаж двух колес. Еще там, может быть, там вот это видео из машины, там как красиво. Скорее всего, это будет, да. Но чуть попозже. Вот. Ремень вещь хорошая. То есть, его не нужно обслуживать. Раз, его не нужно смазывать. Два, его не нужно натягивать. Три. Вот. В отличие от цепи. Но, как бы, есть некие ограничения, связанные с крутящим моментом. Первое. И второе, там, с возможностью, называется, играться передаточным отношением. Здесь вы этого лишены. То есть, у вас фиксированные передаточные отношения переднего и заднего шкива. И, как бы, с этим вы ничего не поделаете. Но, в принципе, приятно. В том плане, что нет рывков там и всего прочего. Ты плавно переключаешь как вверх, так и вниз. Из минусов, давайте так скажем. Из минусов, ну, как бы, самый главный минус. То есть, если вы не едете в кроссовках Louis Vuitton и с вот такой сумочкой диагональной тоже Louis Vuitton, то любой человек в потоке понимает, что вам просто дали прокатиться. Или какой-нибудь там блогер низкобюджетный, у которого, ну, тоже дали прокатиться и снять это видео. Вот, как бы, других вариантов нет. Потому что в базовой комплектации к этому мотоциклу нужно обязательно кроссовки Louis Vuitton и вот эта сумочка такая. У меня есть маленькая, я не стал одевать, но, как бы, маленькая не солидно. Нужна большая такая, но она прям такая. И когда, вот, вы видите владельца именно с такой сумочкой и в таких кроссовках, то, как бы, все гармонично. Все понятно, что человек, вот, как бы, выбрал свою модель. Он наверняка ей рад, он там на ней ездит. Вот, чувствует себя хорошо. Но, мочит. Мочать можно. Опять же, есть некий нюанс такой. Вот эта передняя вилка, ну, перья, это марцокки. Ну, марцокки, ну, я называю это марзочи. Ну, потому что, вот, вилка говеная реально. Амортизатор здесь ZF, ZAGS, он хороший. Что мы делали? Владелец жаловался на то, что, когда вот он рвет со светофора всех спортбайков, то у него перед очень сильно разгружается. Ну, и, соответственно, возникает вот это вот неприятное ощущение. Соответственно, когда там забирали мотоцикл на тюнинг и обслуживание, было понятно, что что-то не то с вилкой, она протекала. Соответственно, я там договорился со своими любимыми спортсменами. Они залили туда спортивную жидкость божественную, животворящую. И вот, как бы, я сейчас покатался немножко. При хорошем разгоне колесо не приподнимается. Надо будет еще покататься с владельцем, покрутить. Здесь отбой, сжатие регулируется. Вот, теперь жидкость здесь хорошая. Клапан начнет нормально работать. Соответственно, в заднем амортизаторе тоже поменяли и жидкость, и там сальнички здесь тоже. Вот, это, как бы, достаточно дорогая процедура. Ну, как достаточно дорогая? Она дорогая, как бы, ну, для тех, кто ездит на Хонде. Для тех, кто ездит на Дукати, это очень дешево стоит. Вот, но, вот я могу сказать, по моему собственному опыту, вот спортивная жидкость и вот мотоцикл после обслуживания амортизаторов и перьев у спортсменов, это прям другой мотоцикл. Это приятно. Это так же, как вот мы ставим хорошие колодки, и ты начинаешь понимать, что вот этот процесс торможения, ты его как бы зацепил и прям отлично контролируешь. Так же и езда. Вот, и я говорил про минусы, добавлю вот один только конкретный минус, нет квикшифтера, ни вверх, ни вниз. Соответственно, я думаю, что, ну, если владельцу будет интересно, мы сейчас ему, конечно, его отдадим в том виде, что какой он есть, там уж хочется кататься, погода прекрасная. А потом выберем время, я бы поставил квикшифтер на него. Квикшифтеры, естественно, тоже бывают разные. Есть вот это говно, которое все ставят, обычно там Кордона, по-моему, называется, и там Хилтек, вот эта вся херота. Но есть и хорошие английские, я вот ставлю только их, у меня на своих мотоциклах и на клиентских они стоят. Ну, поговорим, в общем, если он захочет. Ну, а я бы хотел, чтобы он захотел, потому что ему по-хорошему квикшифтер нужен. То есть, даже вот блипер вниз не нужен, нужен квикшифтер, когда ты со светофора прям можешь выкруть и прям по очереди нащелкивать передачу. Это будет прям прекрасно. Вот, поставим. Ну, и в целом, вообще, по большому счету, я вот, например, сам подумываю над тем, чтобы себе такое приобрести. То есть, там, ну, дай бог сложится в ближайшее время, там есть несколько разных вариантов. В принципе, техника прикольная. То есть, вот именно прикольная в том плане, что ты, вот, выходные такой, ну, как бы что-то в этом есть. Я вот в свое время себе хотел построить X-Diavel S для бедных и построил себе Yamaha Warrior. Ну, вот в моем тюнинге есть несколько видео там на канале. Ну, короче, так как эта Warrior не ехала ни хрена, ну, то есть, вот, какие-то люди говорят о том, что, ну, там она разгоняется, кого-то обгоняет, но она не едет реально. Вот этот едет, то есть, может быть, у меня будет второй заход именно. Ну, и тогда я бы, конечно, его весь перекрасил вообще, сделал бы таким очень веселым и ярким. Но, в целом, вот, как бы в русском прочтении нужно говорить диавель, X-Diavel, и он должен быть черный или красный. Ну, я так не очень люблю, мне нравятся какие-то такие, типа, ярко-желтый какой-нибудь или там, не знаю, ну, что такое, желтое с красным, с серым, например. Вот, красиво было бы. Вот, так что, скорее всего, это все будет впереди. Оставайтесь на канале, всего доброго, всего хорошего, до следующих встреч, пока!